Мы продолжаем знакомить посетителей порталами Дню Полесья с лучшими спортсменами нашей страны, которые приедут в конце июня на Кубок Полесья. И сегодня у нас в гостях мастер спорта, многократный призер, чемпион нашей страны Сергей Кузнецов из города Бреста. Сергей, какое у тебя любимое упражнение? Тяга или жим? Потому что я знаю, что ты и там, и там очень силен. Скорее всего, что больше любимое упражнение – жим, потому что я его делаю круглый год. А тягу, допустим, я делаю только перед соревнованием, за два месяца, за полтора до соревнований. Так что, скорее всего, уже шумно. Сергей, как отличаются тренировки в межсезонье и при подготовке к соревнованиям? Есть отличия? Да, конечно, отличия есть. Потому что, когда в межсезонье, я в основном на тяжелые веса не залажу. То есть какие-то маленькие, там тяга, допустим, 200 кг, там максимум пресет до 180 кг. Больше стараюсь. Сейчас уже начал как бы работать над тягой, над приседом, потому что в межсезонье я тягу с пресетом вообще не делал, только жим. А сейчас уже начал делать в межсезонье тягу и приседания. Ну, с маленькими весами нарабатываю на массу, чтобы потом больше результат показать. Все понятно. Сергей, сколько повторений у тебя в рабочем покое? Ну, обычно, если я... Я имею в виду, допустим, когда ты межсезонье у тебя? Межсезонье обычно я делаю. Я разные делаю повторения. Могу, если там для прокачки, я могу до 20 раз делать, там поприседать с весом там 120 кг, допустим. А если так, 8 повторений. А уже если на веса, ну, на веса, ну, 4 повторения, 3-4 повторения я делаю. Сколько рабочих? Сколько рабочих подходов? Три подхода рабочих. Сергей, ты один из немногих спортсменов, которые тянут в классике. Почему именно в классике? Почему не с ума? Ну, в классике. Скорее потому, что я как первый раз пришел в зал, ну, как начал заниматься. Просто начал в классике. Все, как бы, больше не пробовал в другом стиле. Ну, хотя сейчас, думаю, может, в будущем как-то я перейду в СМО. Может, так удастся повысить результат. Сергей, какой у тебя лучший результат в основной тяге? В основной тяге 325 кг без экипировки и 335 кг в экипировке. Это очень много. Ну, да. Сергей, какие у тебя секреты есть в тяге? Какие-то нюансы там? Тяга с плентов, тяга с ямы. Это все делаешь? Я вообще стараюсь тягу делать, ну, по-разному. То есть я ее делаю из плентов делаю, делаю и, то есть вообще с пола. То есть становлюсь на пленты, а штанга получается, ну, вообще внизу. Ну, то есть все подсобные упражнения я на тягу делаю. Ну, то есть все подсобные упражнения я на тягу делаю. Сергей, прогресс за последнее время в жизни лежа – это какая-то новая секретная методика? Правильное питание или, может, что-то другое у тебя? Ну, скорее всего, что это, может быть, правильные тренировки. Потому что, ну, скорее всего, больше начал делать усилия. Начал работать с брусков. Из-за этого тоже немножко жим добавился. Ну, плюс новая мальчика еще. Да, плюс новая майка. Плюс, может быть, больше силы появилось. Ну, и в совокупности, может, поэтому и прорыв был. Сергей, легкие, средние, тяжелые тренировки в твоем арсенале есть для жима? Все и легкие, и средние, и тяжелые тренировки. Все они присутствуют. Сейчас я вот, когда готовлюсь на чемпионат Республики Божима, я делаю три раза в неделю жим. Я чередую легкие и средние, и тяжелые. Тяжелая тренировка в майке. Легкая, там, килограмм сто. Больше на повторение, там, суперсеты. А средняя тоже где-то в районах 170. По три подхода, там, на раза 4-5. Ну, и подсобка, само собой, там. Жму жим гантелями, тяга, разводка. То есть подсобку тоже делаю. Полувер делаешь? Полувер вообще не делаю. Сергей, какой тебе жим более интересен? Маячный или безмаячный? Ну, мне, как бы, интересен и маячный, и безмаячный. Зимой вот я пробовал, ездил на Бизон, пробовал без экипировки. То есть без майки. Сейчас будет маячный. Вот хочу пожать 300. Заветная мечта. Так как прошлый Белозерск на область не получилось. Сейчас, я думаю, все получится. Используешь ли ты спортивное питание? Если используешь, то чему ты отдаешь предпочтение? Я спортивное питание, естественно, пользуюсь. И, вот, допустим, раньше я протеин вообще, как бы, ну, не ел, не употреблял. Сейчас я начал больше, ну, есть, ну, чтобы набрать массу какую-то, чтобы больше, то есть, ну, начал кушать протеин. Аминокислоты тоже, бисейки. То есть, все это употребляю. Креатин езж. Креатин ем, ну, только когда в межсезонье. То есть, когда я не готовлюсь к соревнованиям. Чисто для, чтобы поддержать форму. Только тогда. Очень огромный рукав. Аж 53 сантиметра. Ну что, Сергей, пожелаю тебе удачно выступить на чемпионате Беларуси пожимы шланги лежа в июне. Пожать твои, наконец-то, 300 килограмм. Ну и через неделю я тебя жду на Кубке Полеси, на котором тоже потянули 350 килограмм. Так что, удачи тебе. Спасибо. 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 Спасибо.